Мы знаем, что Иисус добрый, сострадательный и проницательный. Но умен ли Он? Видит ли Он то, чего не видим мы? Давайте разберемся с этим текстом. Давайте рассмотрим слова Иисуса в контексте. Он начинает Нагорную проповедь с описания характера своих учеников. Они, нищие духом, скорбят о своей греховности. Они нежны, жаждут праведности чистым сердцем. Они миротворцы, гонимые за праведность. Ученики, у которых есть подобный характер, влияют на мир, как соль и свет. Даже щепотка соли и маленькая лампа могут обладать обширным влиянием. После этого Иисус говорит о своей связи с еврейским писанием. Он пришел, чтобы исполнить закон и пророков. На самом деле, все в еврейском писании указывает на него. Чтобы показать, как это работает в повседневной жизни, Он представляет шесть антитез. Вы слышали? Сказано. И... А я говорю вам. Иисус не отменяет закон. Вместо этого Он раскрывает изначальное, более глубокое значение писания. Вот пятый из шести пунктов. Пятая глава, тридцать восьмой стих. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам. Не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Десять заповедей записаны в книге Исхода. Исход 20, с 21 по 23 главу, эти заповеди применяются в повседневной жизни. Контекст фразы «глаз за глаз» — это когда причиняют вред беременной. На самом деле, в том контексте сказано «глаз за глаз», «зуб за зуб», «рука за руку», «нога за ногу», «рано за рану», «удар за удар». Это серьезная боль. Но закон дается для того, чтобы сдержать зло. Этот закон не был дан для того, чтобы поощрять месть, но чтобы удалить личную месть, защитить тех, кому причиняют вред, направить власть на проявление справедливости, убрать несоответствующее наказание и уничтожить личную вендетту, семейные ссоры, число которых лишь росло. Закон был дамбой против реки насилия, который вытекает из зла человеческого сердца. Даже еврейские писания учили этому, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Левит 19.18. К сожалению, закон, который был призван сдержать ответные меры и обеспечить справедливость, использовали для оправдания личной мести. Почему? Иудеи находились под римской оккупацией. Иудеям всюду приходилось полагаться на милость римлян. На улицах, в суде, в присутствии оккупационных сил и в повседневных финансовых нуждах. Люди, которым причиняли вред, хотели нанести ответный удар, особенно когда не было системы правосудия, способной защитить их. Личная месть через насильственное противопоставление была горячим вопросом во времена Иисуса. В то время по всей территории были популярные движения сопротивления. Но что сказал Иисус? 39 стих. «А я говорю вам, не противиться злому». Обратите внимание на то, что Иисус называет человека злым. Он прекрасно понимает зло и говорит прямо. Он не поддерживает злое поведение. Он знает, насколько тяжело будет его ученикам услышать эти слова. И поэтому он использует четыре ярких примера из повседневной жизни, чтобы сделать ударение на то, как они могут служить тем, кто обижает их. Акт насилия, несправедливость на суде, военное насилие и наставничество в ежедневных негероических ситуациях. Первое. Акт насилия. 39 стих. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Мы представляем себе удар обратной стороной ладони, по правой щеке на публике. Римские воины унижали так иудеев. Удар приносил не только боль, но и ужасное оскорбление. Я так и слышу, как последователи Иисуса говорят, «Что? Мы должны быть абсолютно пассивны? Неужели это не оправдание трусости? Разве это не станет поводом к пассивной агрессии?» Мы принимаем удар в первый момент, а затем ждем возможности, чтобы нанести удар в спину, когда человек не видит нас. Иисус говорит, что первая ответственность его учеников — обратить динамику этих отношений. Злой человек пытается забрать что-то. Они же должны дать что-то обидчику, вместо того, чтобы думать о мести. Они должны вспоминать о прекрасном пути. А что это за путь? Если кто-то оскорбит их пощечиной, они должны ответить поступкам любви. Ответная пощечина обидчику лишь приведет к росту насилия. Если они уверены в своей личности, будучи учениками Иисуса, им нет нужды отвечать злом. Слова Иисуса не запрещают самозащиту в случае более серьезного нападения. Они не запрещают побег из ужасной ситуации или сопротивления насильственным нападкам, которые приводят к росту насилия. Иисус и Павел убегали из опасных ситуаций. Иисус не спорит о системе правосудия в этих стихах. Он не запрещает правительству или полиции использовать силу в борьбе со злом. Нет, зло и несправедливость должны находиться в рамках. Он же сосредотачивается на личном поведении. Его ученики должны отвергнуть человеческую склонность искать личное мести. Мы не должны отвечать тем, кто ранил нас, чтобы доказать, что мы сильны. Не просто сильны, а выше тех, кто поступил с нами плохо. Второе место — суд. И кто захочет судить с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Сороковой стих. Рубашка — это нижняя одежда с длинными рукавами, которую носили под верхней одеждой. Верхняя одежда — это то, что одевалось на рубашку. Бедняки использовали ее также в качестве одеяла на ночь. По закону Моисея, они имели право оставить себе рубашку и верхнюю одежду. Так о чем же говорит Иисус? Они что, должны ходить голыми? Сороковой стих — явная гипербола. Никакой бы еврей первого столетия не пошел бы домой только в набедренной повязке. Что ты ходишь в исподнем? Я проиграл дело в суде. Нет. Опять же, ученики должны обратить динамику отношений, дав человеку, который несправедливо забирает у них то, в чем они нуждаются. Третья сцена связана с армией. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще или милю — иди с ним два. Это сорок первый стих. Римские солдаты часто заставляли иудеев нести их поклажу. Самая известная подобная сцена в Писании связана с Симоном, которого римские солдаты заставляли нести крест Иисуса. Эти требования провоцировали всплеск желания отомстить. Но идя вторую милю, ученики должны были обратить динамику отношений. Вторая миля была дополнительной возможностью для учеников Иисуса ответить на вопросы римского солдата. «Расскажи мне, почему ты делаешь это». Четвертая сцена — это сцена личных отношений с бедным. 42 стих — «Невероятные образы щедрости». У любого рационального иудея возникли бы вопросы с подобными заявлениями. Майкл Уилкинс, комментатор, пишет, «Тот, кто просит милостыню, может и не быть совсем бедным или не нуждаться в подаянии, но дайте ему все равно. Тот, кто хочет занять денег, может быть бессовестным или врагом и может даже не планировать вернуть долг, но не отказывайте им». Этими словами Иисус убирает обязанность оценки, просьбы о милостыне или займе. Вот это да. Его ученики должны практиковать радикальную щедрость. В примерах Иисуса нет. Будучи Его последователями, мы должны взять обиду и заменить динамику этих событий. Мы должны выйти за рамки просьбы и завязать отношения с человеком, подставить другую щеку, предложить одежду, пройти вторую милю, предложить щедрый дар. Наше первое обязательство не мстить за неправильный поступок или защищать себя и свои интересы, но служить окружающим, даже тем, кто, как нам кажется, не заслуживает наших услуг. Людям, впервые услышавшим эти слова, было некомфортно. И нам тоже. Мы сразу же обращаемся к другим местам Писания, которые говорят нам помогать тем, кто действительно в нужде, но не требуют от нас давать бездумно или давать лентяю, который не нуждается, или давать там, где отдаяние может быть больше вреда, чем пользы. Давайте быть осторожны, чтобы не упустить задуманный смысл слов Иисуса. Как его последователи, мы должны превращать несправедливость в возможность проявить любовь и послужить. Вот в чем суть. Сам Иисус жил по этому принципу радикальной любви. Он стал ярким примером. Его ученик Петр пишет в 1 Петра 2.20 «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не делал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословым. Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Иисус так сильно возлюбил нас, что отдал Себя за нас, когда мы были Его врагами. Павел пишет римлянам 5, 8 и 10, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И в 10 стихе, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И это реальное Евангелие побуждает учеников Иисуса следовать практическим указаниям Павла. «Никому не воздайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу, ибо написано, «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждая зло добром». Римлянам 12. «Когда мы следуем прекрасному пути Иисуса, мы больше не оказываемся под своим угнетателем или обидчиком. Мы оказываемся под Иисусом, нашим Спасителем и Господом, который несет справедливость». В несправедливом контексте первого столетия Иисус сосредотачивается на отношении в сердце. Единственным ограничителем для реакции Его последователей в несправедливой ситуации это то, о чем говорит любовь и Писание. Они должны быть настолько уверены в своей новой идентичности в Иисуса, что даже когда с ними поступает плохо, они используют каждую возможность, чтобы служить другим, привлекая других к Иисусу и Его Царству. Должны ли мы превращать несправедливость в возможность для служения? Когда я задал себе этот вопрос, то сразу же подумал о человеке, который оскорбил меня, воспользовался мной и с моей точки зрения переехал меня. Иисус хочет, чтобы я протянул руку помощи этому человеку. Кто-то приходит вам на ум? Иисус говорит о законе и о том, на что указывает закон. Пророк Еремия говорил о времени, когда Бог напишет свой закон на сердцах своих людей. И они не только получат прощение, но будут послушны Богу. Они будут хотеть быть похожими на Бога. Это будет желание их сердец. Об этом говорится в Еремии 31. В Иисусе это обетование исполняется. С Его приходом пришло и Царство Небесное. Нечто новое. Иисус продолжает говорить о принципе любви в 43 стихе 5 главы Матфея. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Еврейское Писание не говорило, что нужно ненавидеть своих врагов. На самом деле, контекст заповеди «Возлюби ближнего» в Левите требовал той же любви к странникам и пришельцам. Исход 23.4 и 23.5 побудил Божий народ помочь в нужде даже врагу. Вот почему слова Иисуса в 5 главе в 43 стихе отражают скорее популярное высказывание его времен. Иисус идет на конфронтацию с неверным толкованием еврейского Писания. Группа людей в Израиле считали соседями лишь тех, кто жил с ними. Для них это были люди той же расы и религии, а врагом для них был тот, кто находился за пределами их общины, язычники, которых они считали врагами Бога. Мы видим, как подобное мышление насаживается сегодня в Северной Америке. Людей с другим мировоззрением или политическим взглядом пытаются пристыдить и просто игнорируют. И особенно протрезвляют, когда к подобным мерам прибегают христиане. И они делают это во имя Бога. Бог ненавидит зло, но Он никогда не повелевал людям ненавидеть своих врагов. Что говорит Иисус? 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благоволяйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. «Да будете сынами отца вашего небесного, и он повелевает солнцу своему восходить над злым и добрым и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мыпери? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». Иисус говорит радикальные вещи. Мытери были ненавистными представителями римских властей. Они погрязли в коррупции. Народ презирал их, потому что их считали предателями, которые собирали налоги для тех, кто поработил их страну. Но Иисус говорит, даже эти мытери любят тех, кто любит их, как минимум своих матерей и других матерей. И даже язычники приветствуют других из своих племен. Все они заботятся о своих. Бог не смотрит на человечество на основании тех групп, которые создали мы, люди. Он выше человеческих ограничений. Он любит всех людей и даже тех, кто отверг Его. Все творение принадлежит Ему. Бог повелевает солнцу вставать и дождю падать, как на праведных, так и неправедных. Он проявляет постоянную благосклонность ко всем людям. Он желает, чтобы грешники, мытери, римские солдаты, язычники стали Его детьми, как позже написал Петр во втором Петра 3.9, не медлит Господь обетование, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот та любовь, о которой Иисус говорит Своим последователям. Настоящая суть закона в том, чтобы любить горячей и обильной любовью, которую оказывают даже врагам. Жизнь Иисуса является для нас определением в любви Агапы. Джон Скотт, комментатор, пишет, похоже, Иисус молится за своих мучителей, в то время, как железные гвозди пронзали Его руки и ноги. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Если жестокое мучение, распятие не смогло закрыть рот молитве Господа за врагов, то какая боль, гордыня, пробуждение или лень могут оправдать наше молчание? Иисус жил согласно принципу радикальной любви до самого конца. Знаете, враги бывают разные. Коллеги, чиновники, обвинители, родственники, всех их нужно любить. Любовь побуждает нас молиться за них. Мы молимся, чтобы Отец исцелил, восстановил и благословил их. Быть гонимым за праведность значит быть наравне с пророками. Молиться и благословляя тех, кто гонит, это быть на уровне самого Бога. Это его характер. Дитрих Бонхофер написал следующие слова. Вот величайшая заповедь. Через средство молитвы мы можем обратиться к нашему врагу, стать рядом с ним и обратиться за него к Богу. Чем больше молитвы, тем больше любви. Чем больше любви, тем больше молитвы. Мы живем, как сыновья и дочери нашего Отца Небесного, когда идем согласно прекрасному пути Иисуса, когда реагируем на зло так, как это делает Бог. Любовь Иисуса сознательна, щедра, крайне щедра, тепла и жертвенна. Иисус говорит, блаженны миротворцы, ибо они идут наречены сынами Божьими. Когда мы любим наших врагов, мы явно говорим о своих отношениях с Отцом. Тогда мы начинаем быть похожими на свою семью. И я помню, как сидел с одним миссионером и доктором на другом континенте в очень бедной стране. На его работу напали местные власти. Я спросил его, почему ты продолжаешь давать и любить, когда с тобой поступает неправильно и публично унижает? Я никогда не забуду его ответа. Цитирую. Есть любовь к другим, которая любит, потому что получает благодарность и ценит добрые дела. И есть любовь, которая любит, даже когда она ничего не получает взамен. Есть любовь к другим, которая получает отвержение за то хорошее, что она делает, и исчезает. Есть любовь к другим, которая получает отвержение за то доброе, что она делает, продолжает любить. Иисус приглашает нас принять четвертый уровень любви. Конец цитаты. Мы не любим благодаря нашей невероятной способности любить других, но потому что Бог первый возлюбил нас. Он изменил наши сердца, и эти перемены побуждают нас любить. Мы любим несовершенных людей, чтобы приводить все отношения к Божьей цели. Мы всегда спрашиваем себя, что Бог хочет для каждых отношений, а затем присоединяемся к Богу в Его желаниях. Поверните свое сердце к Божьему сердцу во всех отношениях. Пусть земной культуры строится на принципе глаз за глаз, в поисках мести и взаимностью в хороших отношениях. Пусть же культура небес строится на жертвенной любви, отказе от мести, победе зла добром. Ответить злом на добро — это демоническая реакция. В таком случае мы виновны в слабости. Ответим зло на зло — это законничество. Мы просто повторяем как эхо. Ответим добром на зло — это стать похожим на Иисуса. Мы живем в силе Духа, в высшей этике. Благодаря преображенным сердцам мы любим грешников, за которых Иисус отдал свою жизнь. Иисус заканчивает эти шесть антитез итогом, которые он подводит в 48 стихе. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Что это означает? Разве Иисус не устанавливает невозможный стандарт? Тот из нас, кто склонен к перфекционизму или родом из культуры, которая высоко ценит совершенство, должен постоянно жить в подавленном состоянии. Неужели это стандарт, которого мы никогда не можем достичь? Неужели он ставит невозможную задачу? Нам может стать некомфорта от масштабов этих слов, если в них нечто реальное. Давайте разберемся. Слово совершенное в Писании говорит о духовной зрелости, полноте. Слова Иисуса показывают цель, которая должна формировать всю жизнь учеников. Духовное перерождение и присутствие Духа Святого в их жизни делает возможным и реальным их преображение в Божий образ. Безусловно, Иисус наш главный пример для подражания. Он совершенный образ Отца. Мы следуем за этой целью со святым недовольством, пока не достигаем совершенства при возвращении Иисуса. Мы довольны тем, что Иисус сделал в нашей жизни и тем ростом, что произошел. Мы знаем, что нас любит и принимает Отец. Мы не стараемся соответствовать, чтобы получить спасение своими силами, но в то же время мы желаем двигаться дальше. Мы жаждем праведности, о которой говорится в Нагорной проповеди, потому что мы пережили удовлетворение в Иисусе. Мы хотим быть зрелыми, еще более похожими на Иисуса. Мы полагаемся на обетование, что в итоге будем такими, как Он, как писал Его ученик Иоанн. 1 Иоанна 3,2 «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроемся, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Цель, ради которой мы живем, идет с обетованием. Филиппийцам 1,6 «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Отец позволяет своим сыновьям и дочерям достичь этого. Иисус говорит это как повеление обетования и как утверждение надежды. Превратите свое личное недовольство в жажду быть подобными Иисусу, потому что это ваше будущее. Приход Царства Небесного в жизни и служении Иисуса идет со сверхъестественной силой. Это не сила мощной армии, но сила для исполнения законов и пророков преображенным сердцем. Ученики Иисуса не придерживались внешней религиозности и законничества. Нет, они любили Бога и людей от всего сердца. Они преображались благодаря силе Духа Святого и подобия Иисуса. Автор послания к евреям пишет в 12 главе 1 и 2 стихе «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запоминающий нас грех, и с терпением будем приходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божьей». А чуть позже в этой же главе он описывает тех свидетелей, которые пошли перед нами в качестве духов-праведников, достигших совершенства через Иисуса. Это 23 стих. Это надежда каждого последователя Иисуса. Давайте жить с этой неувядающей надеждой.